Всем привет! Вы смотрите Камила Сикритс. Я давно не обновляла свои силиконовые формы. Сегодня предлагаю вам посмотреть, как я делаю формочку из силиконового компаунда. Поехали! Ну и так, для справки, силиконовый компаунд продается в магазинах для маловаров или в интернет-магазинах. Достаточно ввести в поисковую строку силиконовый компаунд, вы в принципе найдете. Он состоит, силиконовый компаунд, из двух частей. Это сам силикон и так называемый катализатор. При размешивании с силиконом он запускает химическую реакцию, таким образом силикон начинает затвердевать. Сегодня я использую компаунд Tool Decor 15. Эти формочки, которые я сегодня сделаю, я буду использовать для своего следующего мастер-класса. Следите за выпусками. Самое сложное в изготовлении форм, на мой взгляд, это выбрать подходящую опалубку, форму, в которую вы будете заливать. Расстояние стенки вашей будущей формы не должны быть слишком тонкие и слишком толстые. Поэтому, когда вы будете заливать форму или перед тем, как вы будете заливать, когда вы будете подготавливать, вы должны смотреть, чтобы стеночки, которые будут заливаться в данном случае, они были оптимальны. В качестве так называемой болванки я буду использовать вот такую баночку из-под детского питания и самые, что ни на есть, настоящие ягоды. Но сегодня я буду использовать голубику. В принципе, можно взять малину, ежевику, там те же даже помидорчики черри. Итак, сначала нужно подготовить все для того, чтобы заливать компаундом. Я приготовила в качестве самой опалубки, у меня будет выступать такая емкость, это пищевой контейнер на 250 миллилитров, я просто его немножко обрезала. Теперь ягодки я аккуратно приклею клеевым пистолетом, горячим клеем, для того, чтобы они не всплыли, когда я залила компаундом. То же самое проделаем с баночкой, приклеим ее к нашей форме. Опалубку эту я тоже подготовлю, немножечко срежу сверху. А теперь приступаем к замешиванию самого компаунда. В данном случае, работая с этим силиконом, его нужно с катализатором разбавлять в соотношении 100 к 10. То есть, если вы, например, делаете 300 грамм самого силикона, то вам нужно 30 грамм катализатора. Теперь я добавляю катализатор, а потом начинаю интенсивно перемешивать. Это очень важно, чтобы катализатор полностью смешался с силиконом. При размешивании старайтесь, чтобы внутрь силикона не попадали пузырьки, иначе потом ваша форма будет вся в пузырьках. Теперь аккуратно, тонкой струйкой мы заливаем наш силикон. На этом этапе нужно простучать форму, чтобы убрались все пузырьки, которые внизу образовались. Смотрите, я простучала, и теперь пузырьки вышли, которые образовались в самих вот этих ложбинках, теперь они потихонечку выходят, вот что значит простукивать форму. Чем хорош этот силикон, я все больше и больше в этом убеждаюсь, в том, что он прозрачный. И вы видите, какая стенка образовалась при заливке вашей вот болванки. И еще его основной плюс, то что он не так быстро застывает, и потом, впоследствии, формочка получается очень гибкой, не рвется. Ну, в общем, чудо, а не силикон. Теперь нам нужно оставить в покое эти две формочки и достать их где-то примерно часов через 12. Можно пораньше, но я на всякий случай дам побольше времени для застывания этой формы. Итак, прошло уже более 12 часов, формочка 100% застыла, и теперь я буду ее доставать. И так как эта форма достаточно сложная, объемная, то нам придется резать силиконовую форму, ничего страшного в этом нет, в принципе, мы можем разрезать ее не полностью, а потом, чтобы мыло не вытекло, просто формочку будем скреплять резинками. Блин, я порезалась. Я испачкала в крови формочку. Короче, я порезалась. Будьте осторожны, это очень опасная штука. Ничего страшного, если вы не сможете достать баночку из формы. Вы можете полностью разрезать эту форму. Да блин, а. Ну что ж, теперь приступаем ко второй формочке. С ней будет немножечко легче. Ну, безболезненно у нас вышла только одна ягодка, все остальные придется таким образом вычищать, вымывать, а потом тщательно высушить эту формочку. Ну что ж, формочки готовы. С этой я немножко поработаю. Я обрежу вот эти края ножницами. В принципе, самое главное, что нам нужно, это уже внутри. Это крышечка и дно, оно нам не так нужно. Его мыло будет перевернутое. Очень тщательно помыла я эту форму, вымыла ее от ягодок внутренних. И теперь я покажу вам результат, что получилось. А мыло, которое я сделаю в этой форме, мастер-класс по изготовлению этого мыла, вы можете посмотреть в моем следующем выпуске Камила Сикретс. По такому же принципу можно заливать, в принципе, любые ягоды и фрукты. На этом все. Я желаю вам удачных экспериментов. До следующих выпусков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok